Итак, значит, вот у нас огромное количество ключей, которыми мы пользуемся каждый день в мастерской. Мне больше всего нравятся педросы. Вот такой вот износ. Этот ключ по 3-4 велосипеда собирает каждый день. И собрал он уже больше сотни великов. Вот такой у него износ. Вот это парктул. Самый известный. Да, видите, как он тоже разбит очень сильно. Мне он нравится меньше, чем педрос. Педрос как-то все-таки посимпатичней. Педрос стоит порядка 10 евро за ключ. Это самые дорогие, наверное, ключи, которые есть. Пользуемся всякими разными. И вот радонами, и всякими... Это байк-хенд китайский. То есть все-все-все. Когда ключ убивается, мы его перетачиваем под более большие, какие-то там 19-е ключи. То есть работаем всем. История следующая. Вот этот ключик мне прислали просто на тест. Оксайская мастерская предложила мне протестировать вот такой ключ. Хороший металл, то есть так вот он пружинит, все отлично, нержавейка, я так понимаю. Но термоусадку не на деле, потому что я сказал, что мне, в принципе, термоусадка не нужна. Что я сейчас буду делать? Я сейчас распечатаю новый ключик Педрос. Абсолютно новый. И как вот ключик, я считаю, что он самый нормальный. Вот он новенький. Еще не разбитый. Я сейчас буду тянуть ось. То есть я буду сейчас растягивать гайки. Сейчас я их законтрю и буду растягивать. Какой ключ первый сломается, какой ключ начнет гнуться гулять, тот хуже, на мой взгляд. Может быть, я, конечно, не прав. Я законтрю сначала плохими ключами. Так, мне нужны какие-то перчаточки. Можно помощника позвать. Какие-то перчаточки мне принести. Чтобы руку не сорвать, потому что сейчас тянусь, я буду сейчас пожесть все это дело. Так, законтрили. О, да, спасибо. Законтрили. Я надеюсь, что он сорвется. Благодарю. То есть каждый день работаем мы с вами разными ключиками. Заодно наш ключик могу проекламировать. У нас такие вот симпатичные, всякие необычные. С трехмиллиметровой нержавейкой ключи. Съемники, каретки. Итак, Аксайская мастерская, ключ на 15. Вот такая жесткость, очень хорошая жесткость. Педрос, он лучше пружинит, он очень жесткий. И парктул тоже нормальный. Так, сейчас начнем тянуть. Зашел четко, прям вообще четко. Офигенно четко зашел ключ. И педрос, тоже очень четко зашел. Сейчас будем тянуть. Блин. Слушай, я, наверное, резьбу сорвуешь. Скорее всего, да. Сорву сейчас просто резьбу на оси. Что же надо сделать-то? Есть предложение? Поставить гайку рядом с гайкой, прям вплотную? Наверное. Вариант можно попробовать. Ну, вот я тоже так думаю. В принципе, можно тянуть же не конуса, а можно тянуть просто вот эти гайки. Сейчас мы их подвинем. Я не знаю, вы предложили бы мне какие-то варианты-то другие. Или... Вот, в принципе, вот я затянул. Может, их сейчас не стягивать буду тогда. Это будет, наверное, самое, да, вот такое экстремальное. Выживет ли ключ после такого? Оп! Смотрите, как начал. На педресе пошла насечка. На аксайском ключе насечки нет, но его выгибает. Меняю положение рук. Пробую сейчас вот так вот. Мне кажется, он тонковат. Блин, его гнет. Очень неудобно работать. Его прям выворачивали. Ключ реально прочный. Он начинает резать гайку, обратите внимание. Блин, его прям сгибает конкретно. Что в том положении, что в этом. Слушайте, на металл нифига, вообще-то не повредился. Педрес начал забиваться ключ. Гайку порезало. То есть, вот этот металл очень-очень-очень прочный. Срезает гайку, но не ломается. Но его гнет. Нужно потолще. Ну, наверное. А вот этот ключ забиваются шлицы. Но он гайку не режет. Но он более жесткий его не гнет. То есть, блин, в принципе, офигенный достойный ключ получается. Только надо его потолще сделать. Наверное, из металла. Из более толстого. Ну, вот вам результат. То есть, видите, да? Педрес немножечко забился. А этот нет. Блин. Надо попробовать таким поработать. Все, спасибо. Продолжаем тестировать ключи от Оксайской мастерской. Рулон изоленты сюда ушел. И 3 или 4 слоя термоусадки. Я не помню. Так я сделал. Нормальная толщина, удобный хват. Будем много-много велосипедов делать. Посмотрим, что получится. Типичная гаечка Ашанбайка. Это у нас Stinger. 14,5 показывает штанген. Ключ Педрес. 15,1. Ключ Парк Тул. 15,1. Оксайская мастерская. 15,0. 3 дня работы этим ключом. Так, я его замотал термоусадочкой и изолентой, чтобы было потолще. 3 дня работы. Собрано десяток новых велосипедов. Как мне сфокусироваться? Вот так вот. Отремонтировано несколько китайских самых дешевых тулок. Видно, да, что в одном месте он начал чуть-чуть заминаться. Парк Тул умирает на первой гайке, по моему опыту. Педрес на второй. Ключик держит. Прям порадовал меня этот ключик, действительно. Такая вот реклама. Бесплатно мне прислали. Поэтому могу сказать, что ключик обалденный. И четкий, и глубокий. Чуть-чуть ручечку пошире сделать. Потому что парк Тул он фиговый, узкий. Вот я побольше намотал. Мне очень удобно. В принципе, вот сюда пальцем я давлю, вот сюда пальцем я давлю. Блин, офигенный ключик. Всем советую такие заказать. Если качество не испортится, то обалденные ключи. Прошел месяц варварского отношения к ключу. В руках трех мастеров и еще разных клиентов. Вот так вот это выглядит на данный момент на китайских гайках. Ключ держится. Ключ живет. По сравнению со всякими парк Тулами и Педресами, он себя показал очень хорошо. Просто отлично. Но все-таки это расходник. То есть видите, да, расслоение какое идет по металлу. Если цена недорогая будет, то советую всем покупать именно эти ключи. Они намного лучше и служат намного дольше, чем другие варианты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!